Ребят, доброе утро. Вчера я только выложил видео про клинику, про агентство Уэлл Тур и клинику Академии, Хэр Академии, которая принадлежит Биркану. И не насчет Никася, какой-то кипиш. Вообще, конечно, когда я приехал сюда, многие некоторые клиники хотели со мной встретиться, но после того, как они поняли, что, собственно, я буду не просто вести с ней, а заманухи денежные. Но и честно, анализируясь клиники, некоторые слились, но с другой стороны появились клиники, которые знают себе качество, знают, точнее, хотят показать свое качество, поэтому, как мне кажется, все только во благо. Хорошие клиники появились, начали приглашать меня показать, что называется, себя. Причем они просто молодцы. Ну, а будем считать, что те, кто слились, это клиники, которые есть чего бояться. Ребят, очередная клиника Cynic, которого вы меня просили, который на самом деле джинник. Вот здесь тоже куча наших ребят с головами. Сейчас пойду узнавать. Вот это клиника, курилка для докторов и ассистентов. Сейчас пойдем, посмотрим, где вход. Достаточно большое здание, я не знаю, это принадлежит все им или нет, но сейчас зайдем и посмотрим. Ребят, очередная клиника. Ребят, очередная клиника. Клиника джиннику или ценник, которого меня просили узнать. Ну, такая странная ситуация, потому что на самом деле внизу, вон, видите, женщина идет, и это, я так подозреваю, он сзади меня как раз джиннил менеджер, он, видите, сбоку. Короче, ситуация очень прикольная. Я закажу, говорю, вот, мол, так и так, я хотел бы узнать больше о вашей клинике, потому что мои ребята, подписчики, хотели бы о вас узнать. И могли бы мне рассказать что-то или показать по поводу клиники. Они такие все напряглись. Они такие все напряглись. Я ждал какое-то время на ресепшене, потом приходит женщина и говорит, и говорит, что вот вам e-mail, свяжитесь с нашим маркетинговым департаментом и назначите, короче, встречу. Ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, ну ладно, я им напишу, говорю, а вы можете мне дать просто как клиенту, потому что, видите, у меня макушка лысая, мне нужна консультация как клиента. Можете дать мне рекомендацию, точнее, я могу с кем-то поговорить и проконсультироваться. Она такая очень сконканная, говорит, нет, нельзя, потому что мы сегодня фули-букт. И вообще, хотя в то же время гуляют просто консультанты, мужики, девушки, которым, ну, по сути, там нечем заняться. Они просто там, ну, может быть, они ждут, конечно, кого-то, я не знаю. Вот. И она говорит, нет, сегодня не получится, вам нужно сделать appointment, то есть вам нужно назначить встречу. Я говорю, ну, вы, а что, не может быть так, что мой клиент может прийти просто с улицы и вы можете, то есть вы не найдете ему консультацию. Она такая, а-а-а, говорит, нет. Потом, короче, в результате, она говорит, ладно, проходите, говорит, к general manager. General manager находится прямо на ресепшене, такая женщина, видно, знатная. И женщина, то есть сначала она показала мне свои знания русского языка, что ты там, добрый день. Я говорю, вы разговариваете на русском, она говорит, чуть-чуть. Ну, и, в принципе, потом мы перешли на английский язык, я у нее, говорю, я у нее спрашиваю, а не могли бы вы мне дать консультацию или найти кого-то, кто мне подскажет по моему вопросу? Она говорит, ну, она говорит то же самое, что, мол, они заняты, и завтра они, мол, со мной свяжутся и назначат мне встречу, чтобы мне просто дали консультацию. Понимаете? Вот, поэтому как-то все очень склизенько, очень непонятненько. Ну, вот пока такая информация по поводу джинника, или цинника, как он называется, в клинике европейцы, турки, ну, вроде бы выглядит все дорого. Дорого-богато, ну, потому что я вообще спросил, можете мне хотя бы цены сказать, что у вас почем? И что у вас почем, мне, конечно, никто не сказал. Видимо, какой-то это секрет. Ну, честно скажу, я такие клиники стараюсь избегать, вот серьезно. Если в клинике нечего скрывать, мне кажется, она должна быть, наоборот, заинтересована в том, чтобы показать себя, что называется, во всей красе. Они даже смотреть, там, они хотят посмотреть, сколько у меня, наверное, подписчиков, сколько у меня, ну, подписчиков-то у меня может быть и немного, но, как бы, это все равно ребята, которые ищут пересадку. То есть, это их потенциальные клиенты в том числе, понимаете? Ну, в общем, как-то так, не буду судить. То есть, информация, которая есть, я вам предоставил, и тут уже думайте сами. Если кто-то сделал там операцию, обязательно мне напишите, расскажите. Будет очень интересно, обязательно я поменьшу всю информацию, и если будет кто-то спрашивать, обязательно это тоже расскажу. Ах, да, утром я еще связывался с клиникой, я им писал на WhatsApp, но никто не ответил, никто не ответил, и вот только сейчас я выхожу из клиники и получаю сообщение на WhatsApp, что, причем на русском языке, что, мол, кто-то со мной свяжется. В общем, через какой-то промежуток времени, где-то через пару часов, медикана, о, через пару часов клиника Джиник, ну, или как его называют еще, все не ответили мне в WhatsApp'е, и оценили мою вот зону. Я, причем, присылаю всегда свои старые фотографии, как правило, которые еще до вот этой пересадки. Напомню, что вот эту пересадку мне вроде бы как сделали около 4,5 тысяч графтов методом DHI, и вот клиника Циник, Джиник, они предложили мне покрыть 70% моей зоны всего лишь с тремя тысячами графтов, то есть они писали 3, максимум 3,500, и это будет стоить, если обычным методом FE, это будет стоить 2,090 евро, если же это будет сапфиром, то есть, по идее, то же самое, только используя сапфировый скальпель, да, это будет стоить 2,390, то есть на 300 евро дороже. Ну, у меня здесь сомнения в каком плане есть, в общем, сомнения, конечно, есть, и они касаются того, что если мне уже сейчас покрыли где-то процентов, то есть получается, ну, у меня, честно говоря, сомнения есть, потому что получается, сейчас мне здесь пересадили где-то 4,5 тысячи графтов, и осталось еще огромное залысимое сзади, как мне кажется, покрыли только, наверное, 60%, и клиника Genic говорит, что они покроют тремя тысячами, что меньше того количества, которое у меня сейчас здесь, покроют 70%, что уже изначально является, как бы, ну, не могу сказать, что ложью, но несоответствием, да. Никто не говорит про вторую пересадку, хотя стоило бы, потому что в любом случае одной пересадкой мне не обойтись, в общем, в сухом остатке, получается, большие у них очереди, видимо, очень много у них клиентов, и, как мне, в принципе, сказали, у них реально очень такой жесткий, что называется, маркетинг, очень большие бюджеты направлены на маркетинг, они даже привлекают известных людей, известных там футболистов для того, чтобы, собственно, привлекать новых клиентов в клинику, и они настолько заняты, что, в принципе, даже вот я, как клиент, который просто пришел с улицы, они отказались меня обслуживать, и только сказали, что пишите к нам в чат, и после этого мы будем вам, называется, вас обслуживать и договариваться о каком-то более конкретном времени. Ну и, как вы видите, прислали они мне, прислали они мне стоимость самым обычным методом, это 2,90, если просто сапир, это уже 2,390, что достаточно дорого. В клинике сразу видно, что очень много людей, то есть это прямо такая тоже фабрика, по качеству, к сожалению, вам не могу сказать, потому что я не вижу, я не вижу работу, меня к этому не допустили, если со мной свяжется маркетинговый отдел, и они мне разрешают посмотреть и заснять, как они работают, я вижу результаты, скажем так, обзор будет более объемный. Если же нет, то будет, в общем-то, информация, которая у меня есть только к этому моменту. В общем, идет дальше переписка с джинником, сынником, ну, точнее, не лично им, а его консультантом, и, в принципе, я у них дальше спрашиваю, ребята, трех тысяч мне будет достаточно или нет? Они говорят, ну, вообще, по-хорошему, мне надо 7 тысяч, что есть правда, да? А то, может быть, и больше. И они говорят, что если мы в первую операцию не будем пытаться извлечь слишком много, а будем разумно подходить, и каждую операцию, например, извлекать по 3-3,5 тысячи, и разделим это на две операции, тогда можно добиться очень хорошего результата. То есть, в принципе, в этом есть смысл, конечно. Вот. По деньгам это будет минимум 4 тысячи евро за две операции. Минимум. То есть на вторую операцию они дают скидку, но скидка будет всего лишь 10%. Если представить, что обычная стоимость это минимум 2,90, а если с афиром это 2,390, соответственно, считайте, умножайте на 2, только со второй стоимости вы считаете 10%. Так что главное, чтобы колосилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok